Привет, дорогие подписчики и подписчики! Сегодня я буду рассказывать о телефоне Pocophone F1 от суббренда Xiaomi. Проходило с ним две недели, соответственно, могу уже выразить свое субъективное мнение об этом телефоне. То есть две недели, я считаю, это достаточно. По коробке. Коробка стандартная, вы видели уже в прошлом видео. Черная, желтыми буквами Pocophone, сзади характеристики, внутри только лишь быстрая зарядка и кабель наушников, как обычно, всего мне нету. Кратенько по характеристикам, это, кстати, напоминаю, глобальная версия. По характеристикам 845 Snapdragon, на данный момент самый мощный процессор. Здесь 6 гигабайт оперативной памяти, в моей версии 64 гигабайт постоянно, еще бывают 128. Двойная камера, 20 мегапикселей основная, с режимом Bokeh, то есть портретный режим, задний фон называется. Так, аккумулятор 4000 мА с поддержкой быстрой зарядки, это все кратенько по характеристикам. Давайте сейчас начнем по внешнему виду и вообще по моим наблюдениям за две недели в этом телефоне. Внешне выглядит вот таким образом, позиционируется как безрамочный, но вот таковым не является, так как здесь рамки есть, здесь и при наличии вот такой огромной брови, вот такой вот, здесь еще снизу умудрились такую огромную челку сделать, подбородок. Как по мне, смотрит мне, честно скажу, я сильно не люблю эти челки, при том, что в них смысловой нагрузки никакой нет. Сделали бы полностью здесь и здесь хотя бы хоть какая-то симметрия была сверху и снизу, ну то есть мне это не нравится. Сзади ничего плохого сказать не могу, в отличие от других обозревателей данного телефона, мне нравится, он не скользкий, приятно лежит в руке. Сзади интересно сделана камера, то есть вот здесь концепт вот такой, таким образом, то есть в центре две камеры и в центре чуть ниже к елочке отпечаток пальца. Это мне понравилось. И удобно по органам управления, то есть здесь плюс-минус громкость, кнопка включения, здесь сим-карта, вход под наушники, Type-C, два динамика. Все стандартно, удобно и быстро привыкается к этому. Хват в руке мне также понравился, то есть здесь он не острит, то есть здесь скрубленные углы, очень удобно довольно таки. Вот при большой диагонали экрана, ну по нынешним меркам это не такая большая диагональ экрана, но по как раньше было, то есть 4 дюйма это уже лопата, а 5 это что-то там невидимое. Здесь почти 6 дюймов, 6,2 дюйма если не ошибаюсь. Вот, дальше давайте по оболочке. Блин, это уже минусы пойдут, но я значит буду как обычно сумбурно рассказывать и плюсы и минусы. Больше всего, чем не напрягает помимо дизайна вот этой челки, это то, что здесь я привык, когда батарея в процентах отображается. Здесь никак вы не сделаете на главном экране, чтобы батарея отображалась в процентах, только вот таким образом. То есть открыли челку, смотрим, 5 процентов. Вот, и периодические глюки в прошивке, не знаю как вам сейчас это конкретно показать, это нужно им пользоваться. То есть бывает меню лаганет, бывает вылезет шторка, не тогда, когда мы хотим. Дальше здесь можно настроить жесты. Вот, но жесты откуда они вообще пошли? Ну, вы наверно уже знаете, iPhone X жесты, там удобно все четко срабатывает. Здесь же, то есть дело уже привычки, не так четко работает, как хотелось бы. Это вот по оболочке такие пару минусов. А так она стандартная, MIUI 9.6 на 8.1 Android. Но почему-то на этом процессоре, конкретно на этом железе, я думаю, дело в прошивке. Возможно, это поправят. То есть и батарею, и какие-то такие фрезы, лайк, подлаги, подлагивание. Надеюсь, это исправят. По камере. Камера, ничего сверх естественного она не может показать. То есть камера обычная. Уровень Note 5. Видеокамера убогая, я не знаю какого уровня. Она мне вообще не понравилась, никакой стабилизации. Долго на этом устанавливаться не буду. По экрану, без нареканий. Качественная IPS-матрица, глаза не устают. Можно на протяжении долгого времени и читать, и смотреть видео. Все устраивает. По звуку. Тоже ничего какого-то сверх естественного нет. Звук нормальный, громкий, четкий. Чуть-чуть не хватает низов, но никакого дискомфорта не доставляет. Давайте вам продемонстрирую. Громкий, нормальный, громкая вибрация, мощная вибрация. Также все устраивает в этом плане. Вот, почему не оставил бы этот телефон себе из-за двух моментов прошивка камеры. И, пожалуй, самый главный недостаток этого телефона за такие бабки, за 20 тысяч рублей. Вот лично, вот некоторые говорят, то есть на 845 процессоре 20 тысяч рублей. Вот лично, я по себе уже мне вообще пофиг на этот процессор, лишь бы все быстро работало. То есть я не играю там, просто чтобы все быстро работало. Была автономность на уровне, на уровне она, кстати, здесь. Было NFC, естественно, за эти деньги. Ой, NFC или как она там, ну вы поняли, бесконтактная плата. Инфракрасный порт почему-то вырезали, тоже вот этого не понимаю. И самый главный момент это вот конченая вот эта бровь. Мне это не нравится. То есть некоторые не обращают внимания, привыкают. Я привыкну к этому просто не могу. Так, по коммуникациям. То есть Wi-Fi, как ловят сим-карты, как слышно собеседника, как вы слышите собеседника. Тут без нареканий. Обе сим-карты поддерживают 4G, работают в любых сетях. То есть это глобальная версия. И Megafone у вас будет работать, Beeline, Ростелеком. То есть в этом никаких минусов не нашел. Еще пару слов про батарею. При том, что здесь она 4000 мАч, держит чуть хуже, чем Note 5. К сожалению, не могу сказать почему. То есть держит она примерно сутки. Сутки. Вот. А так, в принципе, нормальный телефон. Он, наверное, больше подойдет тем, кто играет. То есть в игры, может быть, какой-то монтаж даже делать на телефоне это подойдет. А так, не знаю, за 20 тысяч рублей я бы, честно, даже выбрал какой-нибудь Honor 10. Хотя он тоже с этой челкой, но там хотя бы NFC есть. Вот. Дальше. А что еще дальше? Так, пауза. Видит. Продолжение следует...